ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ГИБДД с большой задержкой отчиталось о числе погибших в ДТП в 2021 году Обычно статистика за предыдущий год публикуется в течение января наступившего года Число смертей на дорогах в 2021 достигло почти 15 тысяч За 12 месяцев 2020 было более 16 тысяч летальных исходов, уменьшение на 8% Также госавтоинспекция отметила снижение количества аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей А также количество погибших в них граждан 35% пьяных аварий совершают водители-мужчины в отрасте от 30 до 39 лет ТРАССА 101 Министерство транспорта отказалось упразднять или замораживать взымание платы За проезд по федеральным трассам с грузовиков массой более 12 тонн Призывы к этому от профессионального сообщества звучали на протяжении последних недель Минтранс пояснил, что отмена платона обернулась бы брешью в Федеральном дорожном фонде в 40 миллиардов рублей Однако чиновники заверили, что внепланового повышения тарифа в течение этого года не произойдет Такие мысли были ранее. Сейчас это 2 рубля 54 копейки за километр ТРАССА 101 В России с 25 апреля официально будет разрешено выпускать упрощенные автомобили Мера, актуальная также для Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана Будет действовать до февраля 2023 Как будто можно уже точно сказать, что к февралю мы найдем замены иностранным комплектующим Что значит упрощенный, не конкретизируется По мнению некоторых экспертов, это кто во что гораст Экологический класс у таких авто будет, может, евро-2, а может и евро-0 На обязательных еще совсем недавно АБС и СП и подушках безопасности точно поставят крест В документах, ПТС и свидетельствах регистрации надо будет делать соответствующие пометки Выехать на такой машине в страну, не упомянутую ранее, не получится А компания Geely частично раскрыла информацию о новом кроссовере Atlas Pro Презентация автомобиля состоится в конце апреля Данных о его стоимости пока нет Машина получила хромированную решетку радиатора, светодиодные фары, иной передний бампер, 19-дюймовые диски Внутри, в частности, установили измененную переднюю панель и более комфортные кресла По неофициальным сведениям, кроссовер оснастят бензиновым 184-сильным турбомотором объемом 1,8 и 7-ступенчатым роботом Трасса 101 Житель Апуарина Кировской области выставил на продажу вазовскую копейку 1978 года выпуска за полтора миллиона рублей Для коллекционеров и ценителей, говорится в комментарии к объявлению Пробег авто 3700 с небольшим километров Судя по фото, кузов красного цвета находится в идеальном состоянии Машина хранилась в гараже Сидения обтянуты фирменным для тех лет желтым кожзамом На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин